МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я месяц как переехала сюда, и проблема – текущая крыша. Куда обращаться мы не нашли, как бы никто не подсказал. Соседи сказали, что в данном случае я должна сама самостоятельно решать свои проблемы и бороться, ну как, тазиками, потому что по такой погоде люди, которые занимаются ремонтом крыши, отказываются работать. Говорят, что надо дождаться весны и тепла, поэтому самостоятельно чистим снег. Когда ребята слазили с крыши, дотронулись рукой до трубы отопления, она лопнула за счет того, что она очень ржавая. В сантехнике, когда приехали, показали, она ржавая, и могла бы лопнуть в любой другой момент. За счет этого лился кипяток на двери, и у соседки испорчена дверь. Она считает, что это полностью моя вина, и хочет, чтобы я ей возместила ее ущерб. Соседи, которые купили квартиру, лазили на крышу. Это было в районе 8-9 вечера. Я говорю, ребята, что вы делаете? Зима, мороз, крыша все-таки, мы здесь живем, дом старенький, не нужно это. Ну, в общем, они долазились до того, что наступил он, слазя с лестницы на вот эту трубу. Она оборвалась, кипяток полил просто вот мне на дверь, квартиру. Затопил соседнюю квартиру, затопил полностью первый этаж, первую квартиру. Закоротила мне звонок, там отрезали провода. Я оставила им чисто по-человечески записку, квартиру, так как я понимаю, купила девочка. А лазили на крышу, ну, как бы, ее ли друзья, я не знаю, меня в это свете не ставили. Была вызвана бригада, которые сказали, что это точно, что наступили на трубу, и она поэтому оборвалась. Я говорю, у меня составлен договор, я вас попросила, когда мне будут тут, не в следующую субботу, будут ее менять. Придите, накладочку вот эту, придите, пожалуйста, ну, я вам покажу договор, будут мастера, будут менять. Я уже пошла на скидки, я говорю, давайте 50 на 50, 2 700 дней выставили. После этого ни звонка, ни как бы не прийти извиниться, ни прийти что-то предложить, какую-то альтернативу. Ну, как бы, я человек не скандальный, я тоже понимаю, люди купили квартиру, как бы это, ну, почему я тоже должна, извините, на 3 тысячи страдать, это не по моей вине. Прорыв там сверху, и вот это все летело, я ни дверь не могла открыть, ни выйти, ничего, потому что горячая вода лилась, и затопило и кухню, и коридор, все затопило, с потолка все лилось, как с ведра. К крыше относятся к администрации Немышлянского района, все вопросы туда, у них ржавые трубы, они приходят, пишут заявление, и мы рассматриваем это. Нам обращений не было по поводу ржавых труб.